Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я расскажу об истории съемок фильма «Служебный роман». Кому это интересно, оставайтесь на канале. Подписывайтесь, ставьте оценки в видео известным вам способом, пишите комментарии. Фильм «Служебный роман» – экранизация пьесы Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы». Она была написана в 1971 году и тогда же поставлена сразу в двух театрах – Ленинградском театре комедии и Московском театре имени Маяковского. В ленинградской версии главных героев играли Петр Вереминов и Ольга Волкова, а на столичной сцене Калугиной и Новосельцевым были Галина Анисимова и Борис Левенсон. В 1973 году вышел двухсерийный фильм-спектакль, который не получил зрительского отклика, и авторы пьесы решили написать сценарий к собственной экранизации. Рабочее название фильма было «Сказка о руководящей Золушке». Эльдар Рязанов очень давно хотел поработать с Алисой Фрэндлих, пробовал ее на роли в «Гусарской балладе» и «Зигзаге удачи», но по разным причинам сотрудничества не получилось. В служебный роман Алису Фрэндлих и других исполнителей главных ролей – это Андрея Мехкова, Светлану Немоляеву, Лию Ахиджакову, Олега Басилашвили и Людмилу Иванову – утвердили без проб. Режиссер был абсолютно уверен в актерах. А руководство студии было уверено в режиссере и позволило ему работать так, как он считает нужным. Над образами Людмилы Прокофьевны и Анатолия Ефремовича работали всей съемочной группой. Для Калугиной из костюмерной масс-фильма принесли самые бесформенные, вышедшие из моды наряды – гунявые, как она их называла, сама Алиса Фрэндлих. Оператор принес старые отцовские очки в грубое праве, и получилась знаменитая «Мымра» Андрея Мехкова. Которого зритель запомнил как романтика Жень у Лукашина. Надо было превратить его в канцелярскую крысу, неказистого такого сотрудника. Помогли опять-таки очки в массивной оправе, за которыми глаза казались больше и растеряннее. Ну и накладные усики. Музыку к фильму написал известный советский кинокомпозитор Андрей Петров. Он же придумал мелодию к песне «У природы нет плохой погоды», которую принес Эльдар Рязанов. Композитору он сказал, что автор стихов – английский поэт Уильям Блейк. На самом деле ее написал сам режиссер и долго скрывал этот факт. Все песни в фильме исполняют Алиса Фрэндлих и Андрей Мехков. Статистическое управление, где работали главные герои, снимали в трех разных местах Москвы. Фасад дома – это Федеральное агентство морского и речного транспорта на Кузнецком мосту. Кабинет Калугина имел выход на крышу дома девятиэтажного древолюционного небоскреба в Большом Гнезняковском переулке. А кабинеты со всей обстановкой были построены в павильонах Мосфильма. В одном здании безымянным статистическим учреждением работали такие организации, как НИИЧЕГО, МОС РЫБСТРОЙ, ГЛАВКОСТЬ, КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ УГЛЯ, СПЕЦИЗОЛЯТР ПРИ ЧЕМ-ТО ТАМ ТАКОМ ЗАПУТАННОМ. Соответствующие таблички можно было увидеть у дверей здания. В кабинете Людмилы Прокофьевны стоит редкая и дорогая по тем временам вещь – венгерский компьютер. Его ежедневно привозил на съемочную площадку сотрудник Центрального статистического управления, а вечером увозил обратно. Стоил такой компьютер 440, но не рублей, а 440 тысяч рублей. Кто помнит те времена, представляет какая-то фантастическая сумма. В нескольких эпизодах мельком можно было увидеть популярного актера Александра Фатюшина. По сценарию у него была заметная роль. Он тоже был сотрудником этого учреждения, а заодно мужем модницы Верочки. И все свои споры они вели не по телефону, а прямо в кабинете. Было снято уже много сцен, когда Фатюшин получил травму глаза и не мог больше работать. Его персонаж вырезали из фильма и переселили в телефонную трубку. Но даже разговаривал по телефону с Верочкой уже не Фатюшин, а Олег Басилашвили. Фильм «Служебный роман» занимает 19-е место в списке лидеров советского проката. А в 1977 году он был премьера номер один. Его посмотрели свыше 58 миллионов зрителей. По результатам опроса журнала «Советский экран» фильм был назван лучшим по итогам года. А Алиса Френдлих и Андрей Мехков стали лучшими актерами года. Сценаристы Ильдар Рязанов и Эмиль Брагинский, актер Ильи Ахиджакова, Олег Басилашвили и оператор Владимир Нахапцев были удостоены государственной премии РСФСР. Фильм был популярен и за границей. Особенно его полюбили в Китае. В китайских вузах «Служебный роман» входит в программу для студентов, изучающих русский язык. А в Пекинском театре по мотивам фильма поставили спектакль. Интересная история, не правда ли? До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok